всем привет проводила алиса в школу на автобус посадила отправила а сама сейчас иду волонтерить в эту же школу волонтерство здесь очень распространено все стараются где-нибудь поработать волонтерство это бесплатная работа это помощь где-то это засчитывается в твой рекорд то есть ну как в твою репутацию можно так сказать и здесь это имеет большое значение куда-нибудь на работу устраиваясь нужно иметь историю и если у тебя история разнообразная то есть ты волонтерил в разных местах у тебя большой жизненный опыт то в общем то считается что ты более гибкий специалист это человек который может решить большее количество проблем сам кстати здесь есть разница между россией вот америка и такая разница если в россии больше ценится люди которые очень долго работали на одном месте и вот даже раньше давали награды что человек всю жизнь проработал на одном месте но считалось это достижением то здесь наоборот достижение когда человек имеет большой жизненный опыт и он не сидит на одном месте а двигается и ищет чего-то лучшего и даже странно выглядит когда человек может уже научившись чему-то имея определенный опыт он может двигаться вперед и не двигается это считается странным то есть человеку нужно все время двигаться развиваться в общем это и на самом деле интереснее и это большой плюс и многие люди выбирают волонтерство даже интересно я вот до конца еще не поняла многие пенсионеры я вот видела много учителей вот наш тутор учитель английского который приходит к нам домой она уже пенсионерка и она волонтер она с нами общается работает бесплатно совершенно то ли людям просто как бы интересно общаться они не хотят сидеть дома то ли это уже вот в культуре я вот это еще не знаю то есть какие то тоже плюсы может быть тоже как за какую-то общественную работу может быть есть какие-то плюсы вот этого я еще не выяснила если выясню расскажу обязательно вот но в общем иду в школу вот она передо мной вон там впереди я иду медленным шагом потому что у меня еще есть минут двадцать а до школы наверное минут пять ходьбы вот но заодно покажу утришь утренние прогулка и погода теплая приятно прогуляться с утра уже отвела элю тоже на остановку только на другую я вчера показывала это вот как солнышко восходит а это вот той стороны там дорога и мы через дорогу переезжали я показывала район который рядом с нами а это район с нашей стороны где вот наши апартменты это район с нашей стороны апартментов и вот с утра я отвела элю но я отвела по темноте дети уезжают так у меня трое и каждый учится в разной школе high school старшая школа уезжает рано утром это прям в 7 часов утра а средняя школа уезжает где-то минут на 40 50 попозже и младшей школы еще через час то есть получается встаешь рано и начинаешь всех одного за другим отправлять ну вот может быть слышно птички поют ветерка нет выпал снежок так хорошо вот такая вот красота вон она впереди там школа если посмотреть с улицы то школа кажется небольшой но когда внутрь заходишь то она как разветвляется в разные стороны и можно заблудиться очень большая очень большая школа очень большие залы комнаты библиотека очень большая и библиотека вот интересно я про библиотеки хотела отдельно потом фильм снять но про школьные сейчас скажу мы жили в другом районе и моя младшая дочка взяла книгу и не сдала ее во первых если здесь не сдаешь книжку то это накладывается на тебя штраф то есть если ты вообще не сдаешь и штраф не маленький районе где-то 30 40 долларов может быть штраф за каждую книжечку поэтому очень серьезно к любым книжкам нужно относиться ну вот она взяла книгу а мы переехали в другой район и ехать в тот просто несподручно с той школы позвонили в библиотеку этой школы и спросили насчет книги нам сказали что мы можем принести книгу в нашу школьную библиотеку и сдать ее с любой любой школы ты можешь брать книги и сдавать там где тебе удобно но если ты переезжаешь там еще что-то можешь сдавать в эту они их складывают в определенные боксы и затем передают в ту школу откуда ты приехал точно также по библиотекам если ты проезжал где-то мимо имеешь карточку библиотеки ты берешь книжку можешь почитать или там фильм посмотреть игра поиграть там много вариантов и сдать там где тебе ближе библиотеки между собой сообщаются вот такое тут небо красивое очень красивое небо солнышко всходит и тут вот видно какая красота я сейчас подожду и пойду быстренько что-то надо Вот этот район с нашей стороны дороги апартменты остались вот там и я вот так вот тихонечко двигаюсь к Алисиной школе это школа с русской программой Здесь есть такая система, что ты можешь быть в любой школе, но если ты хочешь в русскую программу чтобы знать язык, потому что некоторые дети забывают язык или те, которые родили и здесь дети, родители хотят, чтобы они знали язык, а дома это сделать сложнее потому что английский язык проще В русском очень много вариантов, в английском все можно сказать одним предложением И естественно мозг выбирает то, что проще И поэтому есть вот такие вот школы с русской программой Здесь есть классы без русской программы, есть классы с русской программой И погружаясь в русскую среду, дети быстро, общаясь между собой на русском, с учителями Довольно быстро схватывают русский язык Ну, на уровне общения А уже переходя из школы в школу, там тоже есть русские программы Они уже выучивают его, ну, прям даже очень хорошо И когда выпускаются, то у них два диплома Диплом то, что человек имеет американское образование И то, что у него есть русский язык Ну, это тоже является плюсом, потому что при устройстве на работу Обычно заполняют анкеты, где пишут, что у них есть знание каких-то там языков И это всегда плюс Но если есть диплом и уверены, что этот человек абсолютно знает язык То это, естественно, повышает Вот такие вот почты есть, красивые почтовые ящики Вот это здание церкви Вот рядом с нами американская церковь Мы Алису сначала оформили на русскую программу Но потом оказалось, что русского в русской программе слишком много А у нас не хватает английского И поэтому мы её перевели в английский класс И теперь всё у неё преподается на английском Ну, пообщавшись с людьми Мы поняли, что дети такого возраста, они довольно быстро вливаются в среду И английские, если они будут общаться, то они берут довольно, ну, очень быстро Так, вот показать хочу Вот так вот самолёт летит Вот так вот Такие вот самолётики небольшие Здесь очень распространены Здесь есть даже школа Ну, как мне объяснили Что, чтобы научиться Многие хотят У меня муж тоже хочет Но мне сказали, что это в районе 5000 долларов Хочется спросить вместе с самолётом Но это только обучение Вот такая вот информация Более серьёзные какие-то курсы Или на другие самолёты, не знаю Но слышала от людей Что уезжают в Калифорнию обучаться Или там дешевле, может быть Ну, если кому-то интересно будет Я уточню Ну, вернее, всё равно буду уточнять Может быть, расскажу как-нибудь Вот я подошла к школе Вот так вот она выглядит Здесь вот стоянка для учительских машин И сейчас я обойду С другой стороны И зайду В школе снимать не буду Потому что я иду первый день И я не знаю вообще Можно ли снимать Здесь, чтобы снимать ребёнка Нужно разрешение родителей И у нас постоянно спрашивают Можно ли сфотографировать Можно ли снимать на каких-то праздниках Ещё на чём-то Вот так вот Ещё интересная информация такая У нас здесь ходили автобусы Они ходили раз в час Это я ездила на автобусах И выкладывала видео с автобусами Они ходили раз в час А ближе к зиме нам сказали Что они будут ходить каждые 15 минут Но получается так Что когда они начинают ходить Каждые 15 минут А у автобусов меняется расписание Помимо этого меняется маршрут И меняется сам автобус Тут у нас ходил 36-й Теперь у нас ходит 10-й Но он ходит очень далеко от нас От магазина До которого нам пешком, если идти Где-то минут 45 И поэтому Господи, сохрани нашу машину Потому что вот так вот тепло Когда Ну, в принципе, ничего страшного Просто выйти пораньше А Когда Холодно или ветер То очень даже Не хочется 45 минут проводить на холоде Ну, в общем, вот так Подхожу я уже к школе Недавно здесь был праздник И когда мы выходили с праздника Объявили, что на детской площадке Лосиха с лосенком Ну, это не очень приятная встреча Потому что опасно Ну, и вот она повадилась И периодически сюда с лосенком приходит Мой муж видел ее Прямо рядом Вот Поэтому Объявление Нужно слушать Мне еще тяжеловато это понять Потому что я плохо говорю Плохо слышу Английскую речь Американскую Ну, вот иду волонтерить Для того, чтобы Начать лучше слышать Начать лучше говорить И вот она школа Ну, все Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok